Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена конфигурации ERP, блоку производства и поговорим мы про типы ресурсных спецификаций. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика 1С Гардашова Галина. И если вам по какой-то причине оказалось время проведения неудобным, либо вы не смогли дослушать до конца по какой-то причине нашего встречи, то мы можем вернуться через некоторое время на наш сайт и мы размещаем записи вебинаров на сайте. Соответственно, возможно, вы еще что-то интересное для себя найдете. Мы будем очень вам благодарны за обратную связь, то есть вопросы, которые возникают по ходу нашей встречи, вопросы, которые у вас возникли, допустим, в связи с применением, конфигурацией, запуском, производством, любым удобным для вас способом, либо по электронной почте, по телефону, по телеграму. То есть мы в случае, если вы задаете письменным вопросом, можем более подробно на них ответить. И уже по времени не будет так лимитировано. Так что милости просим вас к взаимному обмену и будем благодарны за обратную связь. Сегодняшняя наша программа, вы видите ее на экране, значит, содержит в себе настройки справочников, потому что, несмотря на то, что блок производства не так часто обновляется, то есть он не подвержен таким колебаниям регламентированных учетов, например, отчетов фонда, тем не менее он самый трудоемкий для заполнения, для первоначального разворачивания, если можно так сказать. И, к сожалению, от этого никуда не деться. То есть нужно посмотреть связанные справочники и, соответственно, как активировать блок, как активировать его функциональные опции, те, которые вам нужны в вашей работе. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Значит, мы будем с вами нормативные, скажем так, материалы, комментарии смотреть на слайдиках, вот как мы с вами сейчас смотрим. И для того, чтобы проверить, так сказать, найти подтверждения, это нашим теоретическим словам, мы с вами будем переключаться в демобазу, таким вот образом. Будем переключаться на демобазу ERP и, соответственно, здесь уже смотреть на местности, то, о чем мы с вами поговорили, как это выглядит. Ну, то есть будем чередовать теоретические материалы и практическое, так сказать, их использование. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Значит, мы поговорим про типы спецификаций, про то, что такое параметрические спецификации, ну и, естественно, про порядок, как работать с ресурсными спецификациями и посмотрим дополнительные сервисы и отчеты. К сожалению, время у нас достаточно лимитировано, поэтому мы не сможем подробно рассматривать каждый из этих пунктов, но насколько позволяет лимит времени, настолько подробно постараемся осветить эти пункты. Итак, начнем немножко с теоретических, как сказать, сведений восстановим в памяти, что знали и что не знали, тоже восстановим. Значит, на самом деле, что такое ресурсная спецификация? Ну, то есть, один из ERP, блок производства, собственно говоря, ресурсная спецификация, это, если можно сказать, основной инструмент, когда задается рецепт, так сказать, вашей готовой продукции, вашего производства, и, соответственно, это автоматизированный уже рецепт, и, то есть, в этой спецификации описывается и технология, и потребность в материалах, и в работах, ну, и, соответственно, может учитываться конкретная работа сотрудников, то есть, как бы содержит нормирование. Естественно, для того, чтобы все эти параметры у нас с вами заработали, необходимо настроить первоначальные справочники. То есть, в ресурсной спецификации мы учитываем, так сказать, конструкторский блок, то есть, это, например, изготовление чертежей, каких-то деталей, узлов, ну, то есть, возможно, настройка с инженерными программами, ну, например, построение чертежей, загрузка из системы Компас. Технологические аспекты, то есть, чего и сколько, позволите, сколько выпертить. На самом деле, то есть, это технология изготовления, с какого рабочего центра в какой поступает, полуфабрикат или уже материалы, или готовая продукция, какие операции выполняются. То есть, так сказать, достаточно подробная технологическая карта. Ну, и, естественно, производственные календари, то есть, график производства, так сказать, задания на смену. Ну, в общем, три, так сказать, кита, то есть, конструкторский, технологический и производственный. Спецификации у нас с вами тоже делятся на типы. То есть, типы у нас тоже три вариации, то есть, три кита. Ресурсная спецификация типа сборка, когда производится сборка каких-то сложных узлов и механизмов. Ресурсная спецификация типа разборка, когда наоборот, например, происходит демонтаж каких-то сложных узлов. И в результате мы получаем исходные составляющие, какие-то детали, какие-то узлы, механизмы. И ресурсная спецификация типа ремонт. Из всех вот этих типов ресурсных спецификаций, собственно, первый тип, то есть сборка, звучит он так, изготовление, сборка и выполнение работ. Этот тип спецификаций применялся и в более ранних релизах, ну, то есть, соответственно, еще в старых-старых релизах, как говорится в сказках Once Upon a Time, то есть в старые времена, когда еще справочники ресурсной спецификации и маршрутные карты были раздельные, то есть вот тогда применялся такой тип спецификаций, как сборка, выполнение и изготовление. То есть если мы сейчас используем такие же, то есть спецификации, которые были заданы ранее, то мы используем эти именно спецификации в созданных документах, ну, то есть их не надо переделывать. У нас был ключевой релиз, когда мы 2.5.7 переходили на релиз. Тогда происходило крупное, скажем так, изменение, то есть маршрутные карты объединились с ресурсными спецификациями и было достаточно много изменений. Но поскольку это уже было достаточно давно, порядка 2.5 лет назад, то уже, в общем-то, мы привыкли к новому виду спецификаций. И, собственно говоря, упоминаем старые типы, только как в основном, если у вас производство какое-то, например, серийное, то вы используете старые спецификации, не переживая, что там что-то вам нужно менять и переделывать. Сейчас большое применение получили параметрические ресурсные спецификации. Это частный случай ресурсной спецификации. И что это обозначает? То есть параметрические ресурсные спецификации нам дают возможность более подробно какие-то определенные составы, определенные особенности описывать в спецификации. Например, разные варианты исполнения. Ну, достаточно много приводится примеров, какие в этом случае примеры иллюстрируют данный вариант. Ну, например, там разные типы смартфонов, разные типы строительного оборудования. На самом деле, то есть изделия, которые выполняются в разных вариантах исполнения, ну, то есть как в кино, то же самое, но с первомутровыми пуговицами. На самом деле для программы это разные физические изделия, но отличаются они по одному или по нескольким признакам, и, соответственно, остальные признаки сохраняются. Это чтобы было понятно, что такое параметрические спецификации и в каких случаях мы с ними имеем дело, для чего они используются. На следующем слайде я хочу вам показать вот такой скрин. Ну, то есть когда мы начинаем работать со спецификациями, как я уже говорила, мы начинаем делать с настроек и с активизацией каких-то функциональных опций. То есть обязательный этап работы со спецификациями это настройка рабочих центров, которые задействованы в производственном цикле. То есть мы с вами берем, скажем так, производство более сложное, то есть то, которое используют и рабочие центры, и дополнительные настройки. То есть самый простой способ производства без заказов и, скажем так, короткий цикл, простой короткий цикл мы с вами сегодня не будем рассматривать. Напомню, что ресурсные спецификации привязаны к рабочим центрам. И у нас рабочий центр это какой-то конкретный станок или рабочее место, например, оснащенное какими-то, допустим, инструментами, может быть, станками, ну, то есть оборудовано рабочее место. Это может быть и отдельное рабочее место, и цех, и участок, который выполняет какие-то однотипные операции, ну, то есть любой из этих вариантов. И вот на скрине вы видите первоначальные настройки, то есть мы с вами начинаем все настройки, которые существуют в ERP с раздела НСИИ и администрирования, то есть это, так сказать, грубые настройки, которые активируют функциональные опции. Ну, например, то же самое производство, если мы его не используем, что вполне может быть, то мы не проставляем флажки, и нам этот блок не нужен, мы используем другие подразделы. Если мы используем, то, естественно, мы ставим чекбоксы и проводим дальнейшие настройки, которые нам нужны. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу, в этот режим, но перед этим я хотел бы сказать еще вот о чем. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, который иллюстрирует, какой алгоритм нам необходимо выполнить при работе с блоком производства. Ну, во-первых, включаем настройки, это мы сейчас с вами посмотрим. Во-вторых, обязательно проверяем орг структуру, то есть подразделения, устанавливаем производственные подразделения, устанавливаем их график, чтобы можно было планировать производство. Естественно, делаем дополнительные настройки, которые касаются ведения заказов, учета работ сотрудников. Ну, и, естественно, настраиваем схемы обеспечения по, допустим, если мы работаем по заказам, то мы настраиваем схемы обеспечения по заказным производствам. Сейчас мы с вами переключаемся. Так, вот таким вот образом. И сразу переходим в подраздел НСИИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И прежде чем мы перейдем в блок производства, мы с вами должны проверить другие настройки, которые нам производственный процесс обеспечит. Соответственно, как я уже сказала, это у нас с вами меню предприятия. Соответственно, организации мы выбираем, какой вид у нас будет нашей программы. То есть мы будем вести несколько организаций в рамках одной конфигурации или у нас будет только одно единственное юрлицо и, соответственно, от его имени будут выполняться все операции. Ну, то есть мы проставляем вот этот чекбокс и проверяем, есть ли у нас здесь все настройки, которые нам нужны. И вот это основной вопрос. Мы делаем настройку валют. Валюты мы после начала движения документа, создания документов и их движения в программе уже поменять не сможем. То есть рекоментированный учет и управленческий в самом случае стоит настройка и там, и там рубли. Все мы в зайке, мы все проверили, все у нас соответствует нашим бизнес-процессам. И, как я уже сказала, мы смотрим структуру предприятия. Это управленческая структура. И, как вы видите, она у меня состоит и производственное направление. То есть здесь у меня есть производственные участки, которые отвечают за определенные виды готовой продукции. И, соответственно, торговая, административная. То есть на самом деле вы строите эту структуру так, как она у вас проработана, продумана. Нас интересует с вами сейчас производственное направление. Ну вот, например, участок столярный. Обязательно заполняем все поля, которые нам встречаются. Потому что, если мы что-то не заполнили, то у нас будет невозможным к использованию какой-то определенный блок аналитики. Или вылезет при составлении регламентированных документов и так далее. Значит, после того, как мы проверили основные настройки, то есть по производству и по структуре предприятия, мы уже переходим в подраздел производства. И, соответственно, ставим отметку, что мы используем спецификации, используем параметры назначения спецификации, то есть параметрические. И по вот такой гиперссылке мы переходим в настройки и уже задаем конкретные настройки. Важно, что мы здесь почитали дополнительную справку и все выполнили согласно этим настройкам. Все. Мы из раздела грубых настроек можем уходить в подраздел конкретно производства. Напоминаю еще раз на сфере администрирования производства. И вот он у нас с вами производственный блок. Но обратите внимание, сразу напрямую работать со спецификациями мы еще не можем. То есть создание новых спецификаций мы выполняем вот при переходе в это рабочее место ресурсной спецификации. Но перед этим мы еще выполняем более тонкую настройку. Такой блок существует в каждом подразделе. То есть и продажи, и закупки, естественно, производство. Ну вот, например, мы с вами можем отвлечься на минутку перейти дополнительно в другой подраздел. То есть у нас вот с вами тоже есть блок настройки и в закупках он у нас присутствует. То есть инсы и закупок. И, соответственно, блок отчеты и по продажам, и по закупкам. Ну и вот по производству у нас тоже самое. Есть блок отчетов и блок настройки именно уже более тонкой. То есть мы в этом случае настраиваем производственные подразделения, графики их работы. То есть, как я говорила, выполняем подготовительные мероприятия для работы со спецификациями. Производство откроем с вами. Ну, собственно, как вы видите, нормативно-справочная информация касается здесь и рабочих центров, и маршрутные карты, которые у нас теперь входят в ресурсные спецификации и технологические процессы. То есть по-хорошему все эти пункты надо просмотреть, настроить под ваши реалии, то есть под ваши технологические процессы. Но мы касаться будем сегодня только ресурсных спецификаций. Значит, если мы открываем ресурсные спецификации, то первое, с чем мы сталкиваемся, это общий журнал, в котором отражаются все наши ресурсные спецификации. То есть, соответственно, группировка может быть любая. Ну, в моем случае, вот, сгруппированы готовая продукция из дерева, из металла, ну, то есть, естественно, ваш бизнес-процесс будет совершенно по-другому выглядеть. Но смысл в том, что, значит, мы можем группировать эти спецификации, и группировка неограничено количеством спецификаций, которые мы можем выполнять. И, собственно говоря, когда мы какую-то спецификацию выбираем, то мы можем создать новую спецификацию через этот блок, то есть производство, ресурсная спецификация, перешли в журнал ресурсной спецификации. Вот так вот делаем, вот он у нас весь виден. И через кнопочку «Создать» мы с вами можем создать и саму спецификацию по типам, как мы уже с вами смотрели в начале встречи, то есть изготовление, сборка, ремонт и демонтаж, разборка, утилизация, ну, то есть по любому типу. Соответственно, они будут немножко отличаться отличаться между собой, но принцип работы как бы через кнопочку «Создать» мы с вами создаем спецификацию. Это не единственный вариант, как можно создавать новые спецификации. Сейчас мы переключимся на наши слайдики. Вот он, наш слайдик. Значит, это алгоритм запуска блока. И вот мы с вами слайдик видим, который иллюстрирует уже работу с блоком, то есть то, что мы с вами только что посмотрели, так сказать, слайдик для того, чтобы закрепить в памяти то, где мы можем начать работать со спецификациями. Теперь еще немножко нормативных материалов, то есть справочники, которые описывают производственные ресурсы, то есть чем мы располагаем, какими станками, какими инструментами, то есть для того, чтобы работать со спецификацией, нам нужно в первую очередь, как мы уже говорили, задать справочник виды рабочих центров и сами рабочие центры. Мы сейчас не будем на них конкретно останавливаться, немножко скажем, так сказать, в описании процесса. Он, собственно, сам справочник, их два, то есть виды рабочих центров и рабочие центры. Они полностью описывают оборудование, которое имеется на вашем предприятии. И, собственно говоря, виды – это классификатор, а рабочие центры – это уже каждый конкретный станок. Собственно говоря, обычно группы технологического оснащения бывают достаточно широкие, но, скажем так, на самом деле они могут тоже группироваться и важно только понимать, что если у нас несколько станков, ну, скажем так, с одинаковыми функциями, то это будет несколько рабочих центров. То есть каждый станок соответствует определенному рабочему центру. Если у нас их несколько, ну, например, несколько фрезерных станков, то каждый станок – это отдельное рабочее место. это отдельный рабочий центр. И для того, чтобы создать не только рабочие центры, но и виды работ, то есть, так сказать, нормирование производить, то заполняется справочник, классификатор видов работ, какие операции производит, какой конкретно рабочий центр. Соответственно, в этом случае мы вводим в справочник наименование вида работ. Это могут быть названия конкретно, например, столярных работ, свесарных работ. Ну, то есть по типу оборудования название работ может даваться. Например, рабочий центр, пескоструйная обработка, то есть станок для пескоструйной обработки. Это рабочий центр конкретный. Естественно, обязательно учитывать разряды, если у вас применяются разряды, особенно с разной оплатой, то есть тарифные ставки разные. Ну и, естественно, расценки. Более сложная работа, менее сложная работа. То есть это те справочники, которые мы подготавливаем, желательно до начала работы со спецификациями, потому что эти сведения необходимо систематизировать и уже вносить более системно. Можно вносить, конечно, и по ходу заполнения документов, но обычно это бывает затруднительно, вызывает много ошибок. Другой, немножко менее распределенный, менее распространенный способ создавать ресурсную спецификацию, это мы можем делать из справочника номенклатуры. А то в этом случае, вот как вы видите на скрине, мы с вами переходим в номенклатурную позицию, элемент, ну, например, вы изготавливаете какую-то готовую продукцию, например, например, какую-то мебель, то есть полки или, например, станки какие-то, ну, то есть готовая ваша продукция, это элемент номенклатуры, и через этот элемент мы можем настроить спецификацию, не заходя в раздел производства. То есть мы изначально выбираем другой справочник номенклатуру и открываем карточку номенклатуры, и у нас здесь, вот вы видите, красное выделение, есть такой блок обеспечения и производства, и, соответственно, здесь мы выбираем переход в блок производства, и дальше мы уже работаем со спецификациями, то есть переход в блок производства осуществляется просто за другой дверки. сейчас мы переключимся с вами на демо-базу и посмотрим это уже, так сказать, в более практическом варианте. А мне еще хочется показать вам вот такой слайдик, то есть это уже сама карточка ресурсной спецификации, и, как вы видите, выделение у нас, то есть это у меня уже готовая карточка, готовая спецификация, и у нас здесь будет несколько закладок, вот сейчас на закладке основное вы видите, выделена возможность настройки, то есть спецификация делается на изготовление, допустим, одной единицы готовой продукции, или кратно этому количеству, или произвольное количество, ну, например, для производства одной тонны рыбной продукции, там, например, замороженной рыбы, требуется, и дальше уже мы заполняем сведения, что требуется, но это уже будет количество в произвольном объеме указано, или, например, кратно, что для изготовления двух полок мы берем, один брус, делим его на бутылок, и так далее. И, соответственно, есть еще один важный аспект, как вы видите, параметры назначения. В этом случае мы с вами подразделение выбираем, подразделение диспетчер, то есть когда мы делаем структуру предприятия, мы должны уделить внимание тому, что у нас есть подразделение диспетчер, который, например, выполняет диспетчерскую функцию. Подробнее мы немножко на этом остановимся, но, к сожалению, не очень подробно. И сейчас мы с вами переключаемся на демобазу, и вот конкретно здесь у нас с вами мы видим, что в самих спецификациях есть еще дополнительные функции, вот такие, то есть ссылки, по которым мы можем переходить и заполнять справочники или заполнять материалы, которые у нас даются и получать еще какие-то отчеты. Значит, мы с вами переключаемся сейчас на демобазу, вот, и смотрим, что. Значит, мы с вами находимся в дереве спецификаций. Ну, вот, делаем, откроем, посмотрите, уже готовую спецификацию, то есть у нас здесь основные параметры уже заполнены, чтобы мы не теряли время на создание новой спецификации. И, собственно говоря, вот так, сейчас еще покажем, то есть ресурсной спецификации мы с вами находимся и заполняем новую спецификацию через, как я уже говорила, рабочее место кнопочку создать мы создаем новую спецификацию. Что мы для этого должны сделать, я уже сказала, на что мы уделяем особое внимание. Значит, вот наша спецификация открыта. И вот наши закладочки. то есть если я перехожу с закладки основной, то, естественно, я выбираю здесь свою готовую продукцию. То есть это у меня обозначение, например, с технологической карты или с любого другого местного локального нормативного акта. Чаще всего, естественно, это содержится в технологических картах или какой-то другой нормативной документации, которую технологи составляют. Это я заполняю количество, то есть либо кратно каком-то количестве, либо в произвольном количестве. То есть запуск это то, что у меня будет изготовлено по конкретной спецификации. Обратите внимание, что вот я сейчас здесь не могу уже что-то исправить, потому что у меня спецификация уже введена в эксплуатацию и у нее статус действует. То есть управление статусом это очень удобная функция. У нас есть возможность разработки и есть стадия статус закрыта. Когда статус закрыта или действует, корректировка невозможна. То есть мы не сможем корректировать данную спецификацию. Корректировка возможна только если статус стоит в разработке. Вот если я статус установлю в разработке, у меня программа спрашивает, не сошла ли я с ума. Я говорю, нет, все в порядке. Установить статус изменила я статус. Вот теперь недоступны для редактирования те поля, которые были закрыты. Но нужно понимать, что если я редактирую уже созданную спецификацию, то есть ту, которая имеет статус, например, действует, то в этом случае я неправильно действую, потому что у меня возникнет ссылка на документ, который изменен, то есть спецификация изменена. Так делать не рекомендуется. Через кнопочку еще нам в некоторых справочниках, в которых нет статуса, возможно проводить корректировку документов через обмену запретанной дактирования, которая у нас располагается по кнопочке еще. Мы потом посмотрим, как это в натуре выглядит, но сейчас пока мы со статусом оперируем, то есть установили статус разработки и можем изменять какие-то данные, какие нас устраивают. Ну и подразделение диспетчера можем выбирать то, которое будет выполнять диспетчерскую функцию. закладки, которые у нас здесь есть, это побочный и промежуточный выход. Например, если мы работаем с древесиной, то побочный промежуточный выход в нашем случае будет, например, деловой горбы или стружка на закладке побочный промежуточный выход мы через добавить вводим наименование номенклатуры, которая у нас получается в результате обработки, например, дерева. Сейчас мы отменим это. Вот так. и следующая закладочка материалы и работы. Здесь мы перечисляем материалы, которые мы с вами введем соответственно для изготовления нашей продукции. Извините, переключилась. Так. Вернемся обратно. Но здесь особо говорить ни о чем. То есть вроде понятная процедура. Единственное, что здесь мы можем использовать кнопочки заполнить и автовыбор и расчет по формуле. То есть кнопочки заполнить я могу подобрать, как, например, в торговле и складе. То есть подобрать из списка номенклатуры. заполнить, если мне необходимо только конкретный этап или конкретную операцию. Ну, либо статьи калькуляции, если мы их используем, пока мы с выбором не говорим. Ну, и, естественно, автовыбор у нас позволяет выполнить вот такие операции. При работе с любым выбором, с настройкой справочников самое главное внимательно читать вот эти подсказочки, которые у нас есть, то есть контекстные справки. И, соответственно, если вы используете какие-то такие операции, то необходимо отметить. их. Но настройку автовыбора нужно делать очень аккуратно, потому что не всегда выдаётся желаемое за действительное. То есть, чтобы был автовыбор, необходимо использовать настройки, которые используются для автовыбора. Закладочка трудозатрат. Это фактическое нормирование труда, то есть мы с вами описываем процедуры, которые нужно выполнить. И обратите внимание, мы сразу указываем количество. То есть, если достаточно сложная ситуация в некоторых производственных областях, потому что справочники по нормированию, например, дотерраны дремучими дореволюционными чуть ли не, если можно так сказать, годами, то есть нормирование приходится осуществлять по ходу пьесы, так сказать, по ходу изготовления каких-то конкретных операций, проводятся на местности, то есть мы смотрим, сколько, например, необходимо времени, чтобы обработать какую-то деталь, например, на фрезерном станке. И в этом случае мы сюда вносим данные по результатам проведения нормирования на местности, так сказать. То есть, на самом деле у нас нету справочников. Для того, чтобы заполнить спецификацию, нам нужно провести нормирование, определить те работы, которые будут выполняться, и провести нормирование. И, естественно, оформить это местным локальным актом. Например, это у нас может быть технологическая карта или еще что-то. И потом уже к данной операции мы можем привязать стоимость работы, например, слесаря высокого разряда. И в этом случае у нас будет уже возможность рассчитать плановую себестоимость. Самая интересная закладочка это закладочка производственный процесс. Производственный процесс вот сюда теперь входит маршрутная карта, как вы видите. То есть, саму спецификацию на закладочку производственный процесс. Немножко, ну, допустим, если производственный процесс, нужно мне какой-то добавить этап. То есть, первый этап у меня, например, обработка древесины. Второй этап раскроет, то есть, получение деталей, например, полки или шкафа. третий этап сборка. То есть, мы добавляем этап, ну, вот, например, или этап, или операцию. Добавим этап. И у меня возникает вот такая запись, то есть, новый этап, например, первый этап у меня был производство деталей, а второй этап будет сборка деталей. я выбираю порядок, то есть, если это у меня был первый порядок, то это следующая операция, второй порядок по порядку и подразделение, которое выполняет этот функционал. Обратите внимание, у меня описание этапа, это левое поле, значит, и здесь есть у меня, вот тут я ставлю номер этапа, например, первый, то у меня, сейчас вот я покажу, будет более понятно, первый этап, следующий этап у меня будет иметь цифру следующую за данным этапом, то есть, если у меня первый этап, то следующий второй этап, а если это этап конечный, то у меня следующего этапа номера не будет, то есть, здесь будет стоять ноль, это значит, что данный этап для меня будет окончательным. Здесь мы, соответственно, выдаем информацию, заполняем информацию, то есть, собственными силами мы выполняем данный этап, или, например, я не выполняю этот этап, ну, например, покраска деталей, а передаю его, как довальческое сырье, довальческие операции, передаю его на выполнение каким-то своим партнером. И в этом случае, если я ставлю силами внешнего переработчика, то я указывал, кто у меня будет это делать, то есть, конкретно какой-то из моих цехов, либо, то есть, у меня оргструктура вот здесь моя, либо я могу выбрать те, что у меня будет передано довальцу, соответственно, в этом случае я выбираю переработчика, то есть, конкретно из списка контрагенты. И дальше я могу заполнять график работы довальца с тем, чтобы планировать производство. Например, 8 часов работает довалец на выполнение моей работы. Ему требуется полтора часа, то есть, я могу планировать, что за 8 часов рабочего времени я могу ему направить там, например, 10 деталей. То есть, это получается, что очень интересная возможность планирования и описание, например, покраска деталей автомобильного корпуса. Ну, то есть, описание конкретного процесса, что выполняется на данном производственном этапе. и закладочка дополнительно. Здесь уже идет конкретное распределение затрат, то есть, как дополнительные затраты учитываются по долям стоимости, по плану на себе стоимости, по весу, по объему, то есть, соответственно, если возникают дополнительные затраты, то как мы их будем распределять. обратите внимание, вот такой интересный флажок исключать автоматический выбор документов. Если я проставляю этот чекбокс, то в этом случае мне нужно будет не полагаться на дополнительные функции, а ручную контролировать. Переходим снова на наши слайдики. и следующие слайди, которые мне хотелось вам показать. Это вот мы с вами смотрели закладочку дополнительно сейчас. Следующие слайди, которые мне хотелось вам показать, это слайди, которые показывают, какие нам доступны из самой ресурсной спецификации, которую мы можем посмотреть в конфигурации. Переходим снова на демобазу. И значит это у нас сама спецификация. И вот такие, как мы уже говорили, гиперссылки, по которым мы можем перейти. И дополнительные отчеты. То есть очень удобный отчет, это сравнение спецификации. На самом деле, как мы с вами видим, сравнение спецификации, вот я сейчас выберу, то есть для того, чтобы сформировать отчет, я, например, у меня стало плохо с памятью, и я хочу посмотреть, чем отличается вот один витрелье от вот так. если я выбираю меню добавить, то я добавляю уже какой-то конкретный, например, пишу номенклатуру РБТ, там, 101 и так далее. Могу использовать кнопочки подбора, и в этом случае у меня возможность выбрать из дерева спецификации. вот я беру, например, сравнивали, ну вот у меня здесь реле отображается, я выберу вот еще другое реле. Вот выбрать, и у меня в моем меню отражается все варианты, которые я выбрала. И вот после этого я, соответственно, сформирую отчет, и мне попадают вот все мои выбранные реле, и чем они отличаются. то есть, как вы видите, у меня данная спецификация для ремонта, а данная спецификация для изготовления и сборки. И, соответственно, я могу просмотреть, какие у меня есть этапы в каждой. Видите, то есть ремонт отсутствует, а вот здесь как раз-таки производство отсутствует. Ну, то есть наглядный очень отчет, очень информативный. А кроме этого, у нас доступно вот по такой пиктограммке практически. У нас эта пиктограммка используется во всех вариантах и спецификации, и отчет, и номенклатуры, например, то есть варианты отчетов, которые мы получаем прямо из спецификации. Ну, соответственно, я могу посмотреть описание процессов, отклонения от плановой калькуляции, стоимость материалов и работ. И уже конкретно вывести саму спецификацию, соответственно, печатную форму. Если мне необходимо, например, документооборот, ну, например, внутрицеховое документооборот, я даю задание на изготовление какого-то изделия, распечатываю и даю под подпись. Собственно говоря, это отчеты, которые мы можем и с самой спецификацией запустить, и здесь нужно понимать, что спецификации у нас на одну и ту же номенклатурную позицию может быть много, как мы уже сказали. Они могут отличаться какими-то параметрами и, соответственно, после того, как мы выбрали спецификацию, то есть мы первоначально настроили все справочники, наиболее такие критические мы с вами обсудили в начале нашей встречи. И после того, как мы начали работать со спецификациями, создали какие-то новые, у нас с вами доступен блок отчетов по производству и мы посмотрим сейчас, что нам здесь, скажем так, штатные механизмы предполагают сформировать. Ну, то есть, видите, достаточно большой анализ себестоимости, что делается на основании в первую очередь спецификации маршрутной карты можно здесь посмотреть и ну, на самом деле как таковые здесь спецификации не анализируются, то есть мы можем посмотреть разные графики, мы можем посмотреть списание материалов, расходов, ну, то есть вот такие возможности у нас с вами есть, но при этом мы можем настроить, если мы используем вот такую ссылочку, все отчеты, мы попадаем в этот же перечень, но немножко в другом интерфейсе, вот таким образом, то есть вот отчеты, которые сюда входили, и если я перес перес например, вот, пусть будет выпуск продукции, если я просто перехожу сюда и допустим щелкну два раза, то я попаду именно в этот отчет, а если я использую кнопочку изменить, то в этом случае я попадаю в этот же самый отчет, но у меня доступны закладки пользователей и разделы, то есть я могу разрешить использовать этот отчет каким-то конкретным специалистам, то есть у меня стоит сейчас все пользователи, если я вместо все пользователи, например, хочу выбрать каких-то конкретных специалистов, то в этом случае я убираю все пользователи и выбираю из своих специалистов, ну, например, вот я хочу Артему Сергеевичу разрешить работать с этим отчетом и бухгалтеру какому-нибудь ну, пусть будет Анастасия Георгиевна, то есть я выбираю подобрать и закрыть и у меня теперь список сотрудников, которым будет доступен этот отчет, то есть у меня его смогут смотреть не все сотрудники, а только вот конкретные данные люди и на закладочке разделы я естественно могу отметить, например, если у меня вот этот отчет относится к отчету, который располагается во внутрецеховом управлении в подразделе и соответственно если, например, я хотела открыть им не один отчет, а хотела ну, все производство, например, показать или вот анализ себестоимости, то я могу конкретно установить чекбоксы красивые зеленые галочки на тех разделах, которые ну, например, вот будут для них необходимы. Если, например, у меня бухгалтер работает с банком, то я могу выбрать раздел казначейства, вот он у меня, и отметить конкретно что в казначействе, он будет смотреть либо только банк, либо только кассу, либо вообще отмечу все подряд, то есть это будет значить, что если отмечу все подряд, то ему будут доступны отчеты и из подраздела кассы, и из подраздела банка, то есть допустим списание безналичных денежных средств, ну, то есть соответственно те разделы будут доступны, которые я ему разрешу видеть. Мы не будем сохранять эти сведения сейчас, нет, не надо нам их сохранять, это как вариант таких отчетов, настройки таких отчетов, то есть на самом деле это доступно не только в блоке производства, естественно это доступно и во всех других блоках, которые содержат, ну, допустим, блок продажи, тоже содержит у нас такой подблок отчеты по продажам, и у нас здесь точно также доступна такая же функция, то есть мы выбираем все отчеты и можем эти отчеты назначать каким-то конкретным специалистам через кнопку изменить. если уж мы заговорили про отчеты, так, это я переходила, показывала вам отчеты, так, подблок производства, мы сейчас снова вернемся к нашим слайдикам, я хотела вам еще показать один слайд, это отчет, допустим, сравнение плановых и фактических нормативов по производственным расходам, это у нас находится в подразделе производства и в доступных отчетах, мы можем посмотреть, и соответственно у нас получается вот такой очень тоже интересный отчет, то есть показывает возможные отклонения, которые у нас происходят допустим по факту, то есть у нас не было запланировано каких-то расходов, а я смотрю, что у меня тут аж 1200, я на что-то их потратила, соответственно можно перейти и посмотреть, то есть это управленческие отчеты, естественно в этом случае у меня еще не сформирована себестоимость, но по управленческим отчетам я могу посмотреть уже допустим и как распределяются эти расходы, то есть формула и что было или не было запланировано по спецификациям и так далее, а вот здесь мы с вами подошли к такому моменту, значит это у нас с вами отчеты и сейчас мы перейдем еще немножечко буквально 5 минут на расчеты, на отчеты, которые мы можем получить, значит вот у нас с вами блок производства и кроме отчетов, которые мы с вами здесь посмотрели, есть вот такой блок, то есть не имеющий название и здесь для нас сейчас важен момент распределения показателей, правила распределения и показатели, просто надо понимать, где у нас настраиваются эти правила, по которым мы посмотрели, то есть мы их видели уже в в виде справочника, а это настройка, то есть если мы переходим на правила распределения, мы создаем новые правила, ну вот у меня для примера они уже созданы, и заполняем соответствующие закладочки, то есть для чего мы их распространяем, для чего мы их распределяем, если у нас есть расходы будущих периодов, то естественно, ну самая основная закладочка это у нас расходы по материалам и работам, ну то есть вот у меня допустим для примера сделано распределение, правило распределения по количеству продукции, значит мы задаем наименование такое, чтобы было понятно, что мы распределяем, выбираем к чему относится, например, к материальным затратам, к продукции, ну к прочим может быть каким-то нормативам по трудозатратам и так далее, то есть к видам работ каких-то и можем выбрать конкретную группу расходов, по которым будет распределяться данный вид затрат. Здесь ничего у нас такого сложного нет, в общем-то, но эти правила требуют естественно тоже первоначальной настройки и прав пользователя для возможности редактирования именно правил распределения. Повторюсь еще раз, эти правила распределения у нас с вами находится блок производства и вот такой подблок без названия смотри так же, то есть это правила распределения. Сейчас мы с вами снова вернемся на наши слайдики и я хочу вернуться к первому нашему слайду, то есть напомнить вам наши контактные данные, напомнить наши телефоны, телеграм-контакт сайт и поблагодарить вас за время, которое вы для нас уделили, пригласить вас к сотрудничеству и мы будем очень рады обратной связи вопросам, которые вы нам захотите задать. Итак, милости просим к сотрудничеству и надеемся, что к взаимовыгодному. На этом разрешите с вами попрощаться. Всего доброго, хорошего дня. Игорь Негода.